9 августа отмечается народный праздник Пантелеймон-целитель. В этот день православные христиане почитают память святого Пантелеймона, который обрёл лик великомученика. Ещё в юности его отправили на обучение к известному лекарю. Но в скором времени Пантелеймон обучился всему и стал даже более известным врачом, чем его учитель. Однажды он пытался вылечить ребёнка, которого укусила змея, но надежды на жизнь не было. Тогда Пантелеймон начал молить Бога об излечении мальчика, и малыш полностью излечился. После этого Пантелеймон посвятил всю свою жизнь лечению больных, причём делал это абсолютно бесплатно. Тогда его и назвали целителем. Сейчас считается, что больше всего святой Пантелеймон помогает врачам и воинам. Но люди любых профессий в этот день просят у Пантелеймона здоровья для себя и своих близких. В старину в этот день начинался последний сбор лекарственных трав. Работать в поле в этот день было нельзя. Народе считалось, что гроза может спалить или хлеб, или сено. В этот день знахари ходили за травами, рвали их с особыми заговорами и обрядами. Собранные в этот день травы обладали особой силой. В этот день было принято начинать уборку овса. В то же время в непогоду 9 августа старались остаться дома, поскольку летние грозы часто проходили с большим количеством молний, которых люди очень боялись. Работать в этот день было нельзя. Святого Пантелеймона ещё называли полий. В народе говорили, кто на полия работает, у того гроза спалит хлеб. Полий – поли копны. Также нельзя было отвозить копны сена на гумно. В соответствии с народными приметами мог случиться пожар. Одно из прозвищ Пантелеймона – качанный или качанник – было связано с тем, что в это время начинали завиваться капустные вилки. Поэтому было принято доставать из кладовых оставшуюся с прошлого урожая капусту и печь пирожки из слоёного теста. Выпечкой угощали детей, странников и нищих, надеясь на благословность святых. Варили также и капустные щи. Вообще капуста у крестьян была главной пищей с летья, конца лета. Капуста всегда была одним из самых любимых в народе овощей. Её ели в сыром виде, делали из неё салаты, тушили, квасили, солили, клали её в супы и начиняли всевозможные пироги. О капусте было сложено множество пословиц и поговорок. Хлеб до капуста лихого не допустят. Ельник-березник чем не дрова, хлеб до капуста чем не еда. Без капусты брюхо пусто. Согласно народным приметам считается, что при обладании в радуге красного цвета в этот день обещает сильный ветер. Если муравьи заделывают входы в муравейники, скоро будет дождь. Если сильно стрекочут и прыгают кузнечики, погода будет ясной и сухой. В народе считалось, что полей спалит двор того, кто возит в этот день копны на гумну. 9 августа грех возить хлеб и сено. Пантелеймон сожжет. На Пантелея капуста-качешок завивает. В народе считалось, что все травы, собранные в этот день, будут обладать целебными свойствами. Также считалось, что родившиеся 9 августа обладают даром целительства. Они хорошо разбираются в травах. Такие люди могут стать хорошими врачами. Что же нельзя делать 9 августа в праздник Пантелеймона-целителя? В народе считалось, что в этот день нельзя что-то делать спустя рукава. Если уж взялся за какое-то дело, доведи его до конца. Работа 9 августа должна быть эффективной и качественной. Пантелеймон не любил, когда люди относятся к делу халатно. Поэтому всем, кто выполняет любую работу, а бы было, он принесет неудачи и болезни. Также в этот день нельзя пересчитывать мелкие деньги. Это может навлечь финансовые проблемы на целый год. Также не стоит давать в долг в этот день и решать другие материальные проблемы. Нельзя 9 августа работать с колюще-режущими предметами, то есть свирительном, прялкой, ножницами, иглами, гребнями и тому подобному. В народе считалось, что такие виды работ 9 августа приносят несчастье в дом, а также повышается риск пораниться. Также нельзя болтать. В этот день нужно тщательно подбирать слова для того, чтобы выразить свою мысль, избегать ругательств, не сплетничать и не трещать безумолку. Редактор субтитров А.Семкин